Состоялось очередное заседание штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции. Ситуация в городском округе по нераспространению коронавирусной инфекции спокойная. Все службы работают в штатном режиме, но готовы к любым изменениям в случае чрезвычайной ситуации. Заседание открыла председатель межведомственной комиссии, глава города Наталья Тихонова. Глава отметила, что на территории городского округа заражений коронавирусной инфекции нет. Подлежат обследованию 109 человек. На изоляции под медицинским наблюдением находится 76 человек. На территории города действует волонтерский отряд, в состав которого входит 44 человека. Наталья Тихонова проинформировала членов оперативного штаба о росте безработицы Свердловской области. За последний месяц в Свердловской области зарегистрировано увеличение уровня безработицы. Я могу отметить, что в целом хоть показатель не критический для региона, как для муниципалитета, но все-таки уже выше, чем до возникновения эпидемии. И составляет оно целый 14 соток. Фактически за последний период времени, за период введения самоизоляции и ограничительных мер, дополнительно на учет в Центр занятости поставлен в регионе 831 безработный гражданин. Такая же тенденция наблюдается и на территории Свердловского городского округа. Ежедневно, несмотря на дистанционный режим работы Центра занятости, обращается около 30 граждан. Только 4 апреля обратилось 56 человек. На 1 апреля 2020 года признано безработными 292 человека, что больше по сравнению с календарным периодом на 46 человек в сравнении с январем 2020 года. Кроме того, если говорить об уровне безработицы, мы не будем забывать, что Свердловский городской округ является моногородом. Уровень безработицы вырос с начала года на 0,13% и составил 0,87%. Напомню, что показатель вчерашнего дня по Свердловской области 1,14%. Также глава отметила, что с 6 апреля деятельность всех образовательных организаций осуществляется в дистанционном формате. Глава города напомнила, что в городе работает горячая линия. Еще раз подчеркиваю, что на территории города Азбеста действует горячая линия по различным вопросам населения, связанным с коронавирусом, в том числе для лиц старшего возраста, нуждающихся в помощи волонтеров. Ежедневно на телефон горячей линии администрации города, ЕДДС, поступают более 20 звонков. Поступают заявки от наших жителей. В возрасте более 65 лет мы отслеживаем по этой возрастной группе в среднем ежедневно 3-4 звонка. Есть звонки и с жалобами на нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе и со стороны управляющих компаний. Каждое обращение мы рассматриваем, информируем Роспотребнадзор для принятия оперативных мер. Еще раз подчеркиваю, что номера телефонов горячей линии для жителей города Азбест размещены на официальном сайте администрации. Директор 392-й аптеки Любовь Чистякова доложила, что в наличии есть все необходимые дезинфицирующие средства. Такая же ситуация и в аптеке номер 183. Также Любовь Чистякова ознакомилась с постановлением правительства о торговых надбавках на медицинские изделия. Об особенностях обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий. Документ касается распространения респираторов, масок, марли, перчаток и комплектов медицинской защиты. Данным постановлением введена предельная наценка для розничной торговли на продажу этих изделий. Она не должна превышать 10 копеек за единицу товара. Оптовая наценка для каждого этапа товаропроводящей цепи не может превышать 10%. Данным постановлением определён федеральный оператор по обеспечению потребностей субъектов в медицинских изделиях. Им назначена корпорация Росхимзащиты. В каждом регионе назначен региональный оператор по данному вопросу. Настоящее постановление вступает с момента опубликования, то есть с 6 апреля, и действует 90 календарных дней. Начальник отдела по экономике администрации Татьяна Неустроева доложила о работе предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Градо-образующим предприятиям по Урал-Отберску осуществляет деятельность в штатном режиме. Численность работников по состоянию на 1 апреля составляет 4494 человека, что на 7 человек больше по сравнению с началом 2020 года. Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта 2020 года рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние в текущих экономических условиях подлежит мониторингу и в случае необходимости оказанию поддержки. В данный список включено наше градообразующее предприятие города Азбеста, ООО «Урал-Азбест». В подведомственных администрациях учреждений из 3429 человек 1871 на данный момент находятся на выходных либо на удаленной работе. 235 лиц старше 65 лет самоизолированы. В еженедельном режиме демо по экономике совместно с Министерством инвестиций и развития Сырловской области проводится оперативный мониторинг ситуации в Моногороде. По результатам мониторинга на 7 апреля 2020 года в сфере субъектов малого предпринимательства из 2089 субъектов 482 приостановило свою деятельность, в том числе 19 из сферы туризма, 46 из сферы общепита, 9 в области досуга и развлечений, 104 в области предоставления персональных услуг населению, 230 в сфере розничной торговли и непродовольственными товарами, 21 в сфере частного образования, 53 в области работы с недвижимостью. Численность работающих у субъектов МСП работников составляет 10 029 человек. Из них 1636 человек подтвердили временную приостановку работы, 36 находится на удаленной работе, 54 в режиме неполной занятости. О мерах имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства доложила заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Линда Линич. Очень важная информация для предпринимателей. На основании распоряжения правительства Российской Федерации на 670 от 19 марта 2020 года предусмотрено отсрочек арендных платежей в 2020 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Оплата по договорам аренды, начисленная за 2020 год, будет производиться в 2021 году равными частями, либо на условиях предусмотренные договором. Начисление штрафов, пене и процентов за пользование чужими денежными средствами за период 2020 года производиться не будет. Отделам по управлению муниципальным имуществом в адрес арендаторов такого имущества будут направлены уведомления о мерах поддержки. На основании заявлений арендаторов будут заключены дополнительные соглашения о договорах аренды имущества. На территории Аспестовского городского опуга такой поддержкой смогут воспользоваться 5 субъектов МСП. Размер поддержки составит порядка 1,6 миллионов рублей. Из них к этому применены ограничительные меры. Во вторых, федеральным законом номер 98 от 1 апреля 2020 года предусмотрено уменьшение размера арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования арендованного имущества, связанной с решением от введения повышенной готовности или ЧАЭС. Таким правом могут воспользоваться арендаторы, оказывающие образовательные и годовые услуги. Ограничительные меры введены на основании распоряжения правительства Сокровской области от 5 апреля 2020 года номер 125 АКП. В-третьих, на основании постановления правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года номер 439 предусмотрена отсрочка арендных платежей за использование муниципального имущества до 1 октября 2020 года. То есть на период действия режима режимы повышенной готовности или ЧАЭС с 28 марта 2020 по 20 апреля 2020 в размере 100%. За период ценят прекращения режима с 21 апреля по 1 октября 2020 года в размере 50% от суммы арендных платежей. Оплата отсрочки по таким договорам будет производиться с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Правом на получение отсрочки могут воспользоваться 27 арендаторов муниципального имущества. Сумма отсрочки за 2020 год составит порядка 5,3 миллионов рублей. Начальник управления образованием Светлана Валеева подробно доложила о мерах, принятых в городском округе по дистанционному обучению. По состоянию на 6 апреля в муниципальных образовательных организациях у нас с вами обучается 7 490 обучающихся и работает 411 педагогических работников. Общая образовательная организация от Вестовского городского округа нашими педагогами выбрано 3 электронных платформы, по которым идет сейчас дистанционное образование. Это дневник.ру, учи.ру и российская электронная школа. Действительно, 6 апреля, когда мы перешли на дистанционное обучение, было очень много проблем. И я думаю, те, у кого ребята обучаются в школе, тоже на себе это почувствовали. Мы одни из первых обратились в Министерство образования Свердловской области по этим проблемам. И на сегодняшний день все проблемы с данными платформами с платформами сняты. Благодаря этим платформам наши ребята и педагоги могут обучаться, получать информацию, а также обмениваться информацией. Но, конечно, мы используем не только эти три платформы. Используются также и Московская электронная школа, Яндекс, учебники, Сириус, Иван и так далее. Платформ очень много. И мы эти платформы используемся непосредственно уже в нескольких вариантах. Также хочу сказать, что в субботу, 4 апреля в Бестовском городском округе было получено 424 сим-карты сотовой связи «Мотив». И все эти сим-карты по заявкам наших общеобразовательных организаций были переданы в школу для того, чтобы для наших ребят был обеспечен бесперебойный интернет. Также эти сим-карты используют наши педагогические работники. Затем Светлана Валеева рассказала об открытии дежурных групп для детей дошкольного возраста. Что касается дежурных групп, действительно, со вторника к нам стало поступать очень большое количество звуков по открытию дежурных групп. На сегодняшний день на 10 утра в таких дежурных группах у нас нуждается 29 родителей, которые обратились в управление образованием. Вчера мы списки согласовывали по именно предприятиям, родителей которых непосредственно продолжают свою рабочую деятельность с Роспотребнадзором. Сегодня, вот сейчас буквально как закончится штаб, все списки будут предоставлены в Роспотребнадзор, как проговорила Елена Анатольевна, для согласования. Мы предлагаем открыть 4 группы, это по 2 группы в двух дошкольных образовательных организациях. Это дошкольная образовательная организация номер 29, она находится на Мира 5 друг 1 и дошкольная образовательная организация номер 60, строителей 52. Почему выбраны именно эти организации? По тем адресам, которые проживают, где проживают наши непосредственно ребята и родители, они их распределили территориально и в разных концах города, для того, чтобы было удобнее родителям посещать эти детские сады. Планируется открытие групп сми 30 до 18, то есть обыкновенный режим, который был у нас организован в образовательных организациях. Мы готовы к приему детей, и поэтому я обращаюсь к оперативному штабу для принятия решения, потому что открытие дежурных групп у нас идет через решение штаба, для того, чтобы мы могли открыть 4 группы наполняемости до 12 человек в этих двух детских садах. Все остальные последующие группы, если будет необходимость и необходимо будет открывать, это тоже идет через решение штаба. Кроме того, отметила Светлана Валеева, в дежурные детские группы будут приниматься дети тех родителей, которые действительно в этом нуждаются. Если у родителей возникают вопросы, можно позвонить по телефону горячей линии управления образованием 2-33-26. В заключении заседания Наталья Тихонова рассказала, что на следующей неделе планируется доставка продуктовых наборов лицам старшего поколения 65+, и попавших в федеральную базу. Наборы приобретены на федеральные средства. Кроме того, могу отметить, что продуктовые наборы доставки будут обеспечивать регион, то есть не сильными местной власти. Набор включает в себя 15 позиций. Более подробная информация также будет доведена на штабе в ближайшее время. Кроме этого, по федеральной горячей линии, именно по работе волонтерских отрядов, я прошу разместить информацию на сайте средства массовой информации, тоже применять данный телефон. Еще раз, горячая линия, федеральная горячая линия, телефон 8-800-234-11. Сегодня на сайте такая информация должна появиться. Кроме того, от Свердловской области по решению губернатора Свердловской области будут также сформированы пакеты с аналогичными продуктами для распределения прочим нуждающимся, к которым относятся малоимущие, многодетные, инвалидные. По этой категории необходимо составить дополнительные списки. Возможно, для того, чтобы подтвердить именно соответствие с этой категорией, нужно будет выезжать и на место для оценки обращающихся. Такую работу нам нужно начать сегодня, завершить ее завтра до 14.00 и направить списки в количестве прочих нуждающихся по муниципалитету для заявки в область на обеспеченность продуктами до 10.00 апреля 2020 года. Вся необходимая информация, в том числе и по оплате за коммунальные услуги, размещена на сайте администрации городского округа. На 12.00 8.00 апреля Свердловской области коронавирусной инфекцией заражены 56 человек, в том числе Екатеринбург 47 человек, Ревда 1 человек, Верхняя Салда 1, Камышлов 2 человека, Верхний Тагил 1, Полевской 2 человека, Заречный 2 человека. Возбейстей таких нет. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова